МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некоторое время назад вопрос нехватки помещений, специализированных для хранения лекарственных препаратов, в Казахстане стоял очень остро. Препараты хранили в приспособленных помещениях, оставшихся где-то ещё с Советского Союза. Особенно остро вопрос стоял на юг Казахстана. И вот некоторое время назад в главном городе Южного Казахстана построили специализированный огромный 6 тысяч квадратов склад класса А для хранения лекарственных препаратов. Здравствуйте, это программа «Транспорт и логистика». Меня зовут Дмитрий Олейников, и сегодня логистики-фармацевтики. Потребность в лекарственных препаратах в Казахстане, да и в любой другой развитой или развивающейся стране, существует вне зависимости от внешних или внутренних факторов. Болеть человеку свойственно, равно как и свойственно современному жителю планеты лечить хвори лекарствами, кое сегодня во множестве выпускают многочисленные фармацевтические компании. За последние 10 лет лекарств казахстанцы стали покупать в 4 раза больше. Как следствие, увеличились и потребности в специализированных складах для хранения. Принято решение в конце 2010 года построить современный склад класса А, который будет отвечать всем требованиям надлежащей дистрибьюторской практики GDP. И мы в середине 2013 года одним из первых в Казахстане получили сертификат Минздрава по GDP. В этом году уже повторно будем защищать от самосоответствия данному сертификату. И ближе к осени будем подавать Минздрав дополнительно заявку на проведение аудита по GDP. Хранить большие партии лекарств просто в приспособленном помещении не получится. Фармпрепараты – продукт капризный. Изменились в помещении влажность или температура – лекарство пришло в негодность. Ну и, как следствие, весь бизнес на смарку. Мы начали строительство этого склада в начале 2011 года и запустили в мае 2012 года. То есть это, во-первых, отличается всем требованиям, фармтребованием, то есть по температурному режиму, по влажностному режиму и по хранению отдельных термоглобильных препаратов. То есть общий склад у нас в целом составляет 9333 квадрата. Вместе с офисом большая часть хранения лекарственных препаратов общего назначения. То есть температурный режим от 18 до 25 градусов там удерживается. Есть два склада для хранения термоглобильных препаратов от 2 до 8 градусов и от 8 до 13 градусов. То есть там хранятся специальные товары типа вакцин, инсулина, которые требуют именно температурного режима. Есть отдельный склад для хранения лекарственных трав и фитопрепаратов. А также склад для хранения наркотических и психоатрубных препаратов. Склад в главном городе Южного Казахстана оснастили элементами искусственного интеллекта для того, чтобы человеческого фактора, а как следствие ошибок было минимум. Вернее, вообще не было. Комплектовщику, к примеру, не нужно знать, где какой препарат находится. Электронная программа разъяснит не только местоположение коробочки с лекарством, но и подскажет оптимальный путь к ней. Первое задание поступает из отдела сбыта, то есть продажи. Когда заявка спускается, ход необратим, все, уже это мы занимаемся, дальше мы. В первую очередь приходит задание на набор какой-нибудь заявки. То есть через эту программу она сама все рассчитывает, куда подойти, то есть строить логику, быстрее собрать самый короткий путь к этому товару. И не надо наборщику, кто вот набирает, знать, где этот товар лежит, потому что в терминале сбора данных, ТСД мы называем коробкой, там есть указание подойти к такому-то стеллажу, к такому-то полке и возьми какой-то препарат с такой-то серией. То есть тут ошибиться никак нельзя. Полностью программа все контролирует, каждая ошибка, каждое движение. И мы можем полностью дать отчет. Когда вот иногда бывает, нам говорят, вот этого конкретного пользователя или сотрудника дать отчет. Только на одном этом складе хранится больше 7 тысяч наименований лекарственных препаратов. Сюда их поставляют с 90 заводов Европы, Содружества независимых государств, Америки, Индии. Ну и ими же, собственно, лечатся жители нашей большой страны. В приемном отделении каждый день обрабатывают около фуры лекарств. Препараты принимают фармацевты и грузчики. Они же выявляют просроченную или негодную продукцию. Ее направляют в карантинную зону. Ну и там она находится до момента, пока не будет решено, что с ней делать. В любом случае, некачественные лекарства на прилавок ни в коем случае не попадут. Приемка у нас осуществляется по качеству, по количеству лекарственных средств. Также осуществляется приемка по серийной и по сроку годности. У нас сначала открывается завеса, потом мы смотрим санитарное состояние машины. То есть машина должна быть чистой, потому что это лекарственное средство, оно должно соблюдаться санитарным состоянием машины. После этого уже выгружается товар и считаем пока количество мест. Затем уже смотрим по серийной и по сроку годности товара. А также разделяем его по агрегатному состоянию. Одновременно с решением о строительстве фармацевтического склада в компании приняли решение и о создании собственного перевозчика. Возить лекарства – задача такая же непростая, как и хранение. В обычной фуре или легковушке их не повезешь. Требования у нас жесткие, то есть есть определенные параметры. Каждый препарат требует к себе определенного внимания. То есть при перевозке должна соблюдаться температура. Есть препараты, которые должны перевозиться от плюс 2 до плюс 8 в этом диапазоне. Есть группа препаратов, которые должны перевозиться от плюс 8 до плюс 15. И, соответственно, есть третья группа, которая перевозится при температуре от плюс 15 до плюс 25. То есть мы для этого и приобретали соответствующую технику, делали валидацию для того, чтобы соответствовать всем этим требованиям при перевозке медикаментов. Для того, чтобы наши покупатели в итоге понимали, что они берут медикаменты, те, которые были привезены и хранились в соответствующих условиях. В компании перевозчики создали 34 рабочих места. Лекарства возят на 28 единицах автомобильной техники. Сегодня уже не только на юге и в Казахстане, но и за рубежом. Ну и само собой разумеется, что такой специализированный автопарк есть не у всех. Как следствие, их конкуренты по складскому бизнесу периодически услугами транспортной компании пользуются. Всего же в логистическом фармбизнесе работают больше 240 человек. Некоторое время назад в компании поняли, что одного склада в Шемкенте мало. И в местном торгово-логистическом центре заканчивают строительство второго. В планах специализированные фармацевтические склады в других регионах Казахстана. В дальнейшие планы входит саморасширение сети складов в других регионах, довести до 6. К концу 16 года планируем еще 20 складов в других регионах открыть. Сейчас компании, начинавшие со складской логистики фармпрепаратов, бизнеса по хранению и транспортировке лекарств уже мало. Предприниматели открыли уже аптечную сеть, благо мощности по хранению и транспортировке позволяют. Но и при таких возможностях не построить фармзавод было бы, наверное, непростительной бизнес-ошибкой. Начало строительство фарматического завода в 2015 году. Планируется запуск данного завода к концу 2016 года. И с первого квартала 2017 года, я думаю, казахстанский рынок получит продукцию. Потребности кушать, ездить и лечиться у человека будут, пожалуй, всегда. Некоторые эксперты говорят, что в условиях спада внешней и внутренней торговли и снижения цен на сырье и основные металлы люди начинают ответственнее относиться к своему здоровью. А тут уже профильным бизнесменам карты в руки. Фармацевтическая логистика в Казахстане еще только формируется, но уже сегодня свободную нишу уверенно занимают дальновидные игроки. А программа «Транспорт и логистика», проследившая за перемещениями лекарств и убедившаяся в том, что их сохранности ничего не угрожает, направляется на следующий объект транспортно-логистической системы страны. Ну и надеемся, что и вы составите компанию, ведь нам с вами по-прежнему по пути. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА